Всем привет, с вами Аксения Путицова и сегодня я... Ох, господи! В общем, недавно совершенно я потеряла все свои видео на своём компьютере, которые у меня накопились, поэтому я сейчас просто в расстроённых чувствах, я вообще не знаю, что делать, я переснимаю всё как могу, что вспоминаю, что переснимаю. В общем, ребята, я не знаю, как я буду всё остановить, то, что я наснимала, потому что это просто такой огромный материал я сейчас потеряла, что мне прям... О-о-о, господи! Ну ладно, видео-то не об этом, вообще-то. Видео-книжные покупки, я знаю, что многие люди любят книжные покупки. Я люблю покупать книги и показывать их вам. Сегодня я вам покажу книги, которые я вам не показывала ранее в видео, то есть книжные покупки вообще новые, недавно купленные, и книги, которые я по одной книге покупала, потому что я их не снимаю, смысл снимать книжные покупки ради одной книги я не вижу. И поэтому я вам покажу книги, которые я купила, но их вам не показывала. И также мне недавно пришёл заказ «Читай города», и я тоже вам их покажу. Сегодня довольно-таки небольшие книжные покупки, не то что раньше по 50 книг, никогда таких не было, но не важно. Так, начнём с самых новеньких, которые ко мне пришли. Блин, ааа! Ещё забыла вот эти книги показать, но их можно. Так, блин, я сейчас включу полна, ладно, ничего страшного, мама всё равно не будет. В общем, начнём с первых книг, которые я купила, которые я недавно забрала заказ. Это две книги Рика Янси, это «Пятая волна» и продолжение «Бесконечное море». Я смотрела фильм «Пятая волна», но не посмотрела его, почему-то я не помню, но он мне очень понравился, он меня заинтересовал. То есть там необычная такая идея, то что есть такие, ну, пришельцы, называются они вроде иные, и они вселяются в людей, и они пришли с пятой волной. То есть у них была первая волна, там что-то случилось, там электричество отключалось, в общем, и пятая волна, эта волна, это как бы такое бедствие. Надеюсь, правильно я описала. Обе книги в суперобложках, я заказала не киношные обложки, потому что я не хочу киношную обложку. В общем, ну, я думала, что под суперобложкой скрывается киношная обложка, но нет, там все то же самое, и очень красиво они такие переливаются, их формат очень удобный, мне нравится. Не просто это принятость. Все, ну, мне кажется, это очень интересная тема такая, про пришельцев, про иных. В общем, я хотела давно ее купить, и вот на них спала ажиотаж, и поэтому я купила вообще дешево что-то, потому что до этого не стоили, то ли 450 рублей, и купила, по-моему, за 300, потому что я не хотела, чтобы тратить на две книги 900 рублей. Дальше идет пять книг онлайн-бестселлер. Это книги с хэштегами, то есть это хэштег «Потеря и проколения». Это книга, как нам говорит аннотация, это книга, это роман о мире, утратившем свое прошлое и живущем лишь надеждами в будущее, о войне, которая еще не началась, но уже затронула жизнь каждого. В общем, тут люди живут в ожидании войны, я не знаю, какой войны, но в общем, как-то так запутано все, аннотация написана, что-то про войну. О, это книга 16+, я думала, они все 18+, фига себе, она единственная 16+. Дальше идет книга Элла Ригби, Ригби, простите, Эл Ригби, это книга хэштег «Завтра нас похоронили», она уже 18+. Это книга о детях, которые, я лучше прочитаю аннотацию, а то я могу еще не добрать, вы в этом меня прибьете. Это роман о холодящих, кровь тайных и приключениях диких, вечно юных детей, потерянных, отчаявшихся, взрослых и о самых тонких нитях человеческих чувств. Эта книга стала одной из победительниц литературного конкурса «Лучший молодежный бестсель» в 2015. Итак, дальше у нас идет книга, по-моему, самая-самая популярная, это «Крылья» Дестины Старк. Также у нее есть тоже награда, да, вот она является самой ожидаемой печатной книгой «Рунета». Это захватывающий роман до любви на фоне восхитительных декораций, альпийские предгории, мегаполисы Европы, улочки Крыльевских городков, пейзажи Тегеды, Саудовской Аравии, роскошная жизнь севетцарской аристократии и т.д. и т.д. В общем, очень интересная такая книга. Я купила все, тоже 18-крусина. И я хочу заметить, что все вот онлайн-вестсельные были написаны очень мелким шрифтом. То есть, она мало того, что она такая толстая, она еще написана очень мелким шрифтом. То есть, это ух... Так, следующая книга – это «Мой лучший враг» Эри Фрей. Она признана самой шокирующей книгой «Рунета» в 2015 году. То есть, у меня уже шок от того, что она является самой шокирующей. То есть, чего там такого произошло? Так я поняла, что одна девочка была проведена мальчиком, и потом она его предала, и они стали ее врагами. Это роман о токотиной дружбе, двум подростков о предательстве и бесчеловечной жестокости. История о борьбе двух противоволожести и бунте, который для себя изменит их сумму. Ну, например, то, что она ей сказала. Следующая книга. Меня зовут Лиз. Она тоже довольно популярна. То есть, это книга о девочке-подростке, которая прикинулась мальчишкой-солдатом, поступила в... Какие-то новые розы? Чтобы, ну, не то, что она хотела боевать, а чтобы Лиликс она ее написала. В общем, это мне вся история напоминает Мулана. Я люблю Мулан. В общем, эта книга. Меня зовут Лиз. Это история девушки, бегущей от прошлого навстречу ужасам войны. Это дверь в огромный мир неведомого королевства, в котором днем бушнут войны, а в свете Костанов рассказывают дельфинные сказки. То есть, тоже довольно-таки интересный сюжет. И вообще, у этих всех книг очень интересные довольно-таки сюжеты. Так, следующая книга. Это книга «Белый клык». Это сборник. Это лучшая повесть и рассказы о животных. Чарльз Робертс Рыжий Лиз. Ридьяр Киплинг Моти Гардж Мятежник. И Бими. Джек Лондон Белый клык. Джеймс Кервуд Братяки Севера. Хан Мукерджи. Харри Молодой Охотник. И Сирзор Слоновый Варад. В общем, я ее купила за 100 рублей в киоске. Я просто такая, «Ааа, мама, мне она очень сильно нужна, блин, 100 рублей». Вот такая огромная охотник-куса. И в ней, сколько я сказала, 7 книг в одной. Ну, не 7 книг, а 7 повестей. И причем у нее довольно-таки красивая обложка. И вообще она такая вся красивая. Так, дальше идет. Две книги Литвиновых. Я их тоже купила по 110 рублей, по-моему, в киоске тоже. Одна в мягкой обложке, другая в твердой. Это «Исправит черного человека». Я читала «Трансфер на небо». Мне очень понравилось. Это русские книги. То есть, это детективы. Мне понравилось. Я увидела их и решила, что нет. А эта книга – это «Лавка забытых вещей» и автобиография Сергея Литвина. Вот, ребята, довольно-таки все. Как-то очень быстро это все закончилось, все книжки. Пишите в комментариях, какие книги у вас есть, какие вы новые купили. И всем пока!